Здравствуйте, дорогие друзья, Воровинская детская библиотека предлагает вам обзор интересной познавательной книги Михаила Пегова «Почта. От наскального рискунка до электронного письма». Наши бабушки и дедушки писали друг другу длинные письма. Да и сейчас мы иногда отправляем открытки по почте, если хотим поздравить с праздником родных из далекого города. А какой была почта раньше, в давние времена? Давайте отправимся в путешествие времени и узнаем, какой долгой и интересной была история почты. Вглубь веков уводит юного читателя интереснейшая книга Михаила Пегова. Автор начинает историю почты с наскальных изображений. Все на свете когда-нибудь происходит первый раз. Когда-то первобытный человек произнес первые слова, потом составил из них первое предложение, а однажды написал первое в истории письмо. Впрочем, не написал, поскольку писать люди тогда еще не умели. Своё письмо он нарисовал. Некоторые из таких рисунков, созданных несколько тысяч лет назад, сохранились до наших дней. Первые почтовые служащие появились в Древнем Египте и Месопотамии. Потом почтовая связь появилась в Ассирийском царстве, в Персии, а затем и в Древней Греции. Это были выносливые, тренированные люди, передвигавшиеся без устали и с большой скоростью, за что их называли скороходами. Наиболее известным гонцом считается грек Фитипид, доставивший в Афины известие о победе родного полиса в марафонской битве в 490 году до нашей эры. Фитипид так спешил обрадоваться отечественников, что, добежав до родного города, упал замертво от изнеможения. Лишь успел крикнуть «Радуйтесь, афиняне! Мы победили!». В наши дни в честь подвига самоотверженного древнегреческого почтальона проводятся спортивные соревнования, называемые марафонскими. Со временем традиции древнеримской почты распространились на все европейские государства. Впрочем, наряду с государственной почтовой службой в средневековой Европе существовали и независимые почты. Но самой надежной и быстрой считалась почта монастырская, роль почтальонов которой выполняли странствующие монахи. В России гонцы появились примерно тысячу лет назад, а еще 300 лет спустя в нашей стране появились почтовые станции, ямы. Ям от монгольского путь или дорога и профессиональные перевозчики почты, ямщики. Согласно легенде, честь изобретения первого почтового ящика принадлежит не кому-нибудь, а матросам знаменитого Бартоломео Диаша, первого европейца, обогнувшего южную оконечность Африки. В 1500 году корабль Диаша возвращался из Бразилии в родную Португалию и попал в страшный шторм у берегов африканского континента. Потрепанная бурей каравелла укрылась в тихой бухте и оставалась там, пока матросы не закончили ремонт. Перед тем, как покинуть спасительную гавань, старший офицер корабля написал подробный отчет об итогах плавания и о гибели своего доблестного капитана. Записи завернули в просмоленную непромокаемую ткань, в крепкий кожаный башмак и подвесили на высокое, хорошо видное отовсюду дерево. Мореплаватели надеялись, что даже если им и не удастся добраться домой, кто-нибудь когда-нибудь да обнаружит их послание. Так оно и случилось. Однако плавание другого знаменитого мореплавателя Фернандо Магеллана оказалось для почты еще более значимым. Почему? Потому что из своего тяжелейшего кругосветного путешествия моряки Магеллана привезли сургучи, легко плавящуюся и застывающую окрашенную смесь из твердых смыслов. Казалось бы, что особенного в сургуче? А дело в том, что во все времена и на всех континентах люди стремились защитить свои письма от постороннего взгляда. Поэтому до тех пор, пока не были изобретены конверты, люди свои послания запечатывали, то есть ставили на них печать. Если она оказывалась поврежденная, это означало, что кто-то через чужолюбопытный уже успел сунуть свой нос в чужие дела. Состоятельные люди использовали металлические печати, свинцовые, серебряные и даже золотые. Только представьте себе письма с золотыми застежками. Неудивительно, что даже самые богатые знатные персоны так обрадовались появлению обычного сургуча. И цвет сургуча имел значение. Например, во Франции красный употреблялся для деловых писем. Белая печать уведомляла о свадьбе. Шоколадная приглашала вам торжественный обед или ужин. Ну а черная извещала о печальном. Трудно поверить, что первый бумажный конверт появился не так уж давно, лишь в 19 веке. Первые привычные для нас конверты родом из Англии. Именно там, в 1820 году, некий мистер Бревер, торговец с пищебумажными принадлежностями из города Брайтон, придумал склеивать для небольших посланий пакетики, на которых отправители и писали координаты адресата. Изобретение имело оглушительный успех. Кстати, поначалу конверт назывался вовсе не конвертом, а так и назывался пакетик мистера Бревера, прославляя тем самым имя своего изобретателя. Стоит сказать, что нечто похожее на конверт появилось около пяти тысяч лет назад в Месопотамии, там, откуда родом первые почтальоны. Выглядел месопотамский конверт весьма необычно. Получателю послания, чтобы его прочитать, нужно было лишь аккуратно разбить в скорлупу конверт. О том, где появилась первая почтовая марка, когда в России марки поступили в продажу, тоже можно прочитать в книге Михаила Пегова. Впрочем, марка – это не только знак почтовой оплаты, но и предмет коллекционирования. Люди, увлеченные собиранием марок, называются филателисты. Случается, что марки представляют собой настоящее произведение искусства, а некоторые из них выпускаются исключительно для пополнения коллекций. Отдельная глава в книге Михаила Пегова «Почта. От наскального рисунка до электронного письма» посвящена особым письмом – фронтовым треугольником времен Великой Отечественной войны. До сих пор во многих российских семьях бережно хранятся сложенные в виде треугольника письма. Это письма с фронтов Великой Отечественной войны, как ждали их родные и близкие бойцов. Не зря фронтовой треугольник до сих пор остается одним из символов этого тяжелого времени. Но как так случилось, что письма с фронта стали приходить не в обычных конвертах, а сложенные особым способом. С началом войны привычная жизнь была нарушена. Миллионы людей оказались разлученными, и только почта могла помочь жителям огромной страны не потерять друг друга. В годы войны отправлялось так много писем, что обычных конвертов попросту не хватало. Письмо писали на листочке бумаги, складывали тремя простыми движениями, а сверху указывали адрес, как передавали почтальону. Это было совсем не сложно. И образец, как сложить письмо в фронтовой треугольник, тоже есть в книге. Заключают книгу рассказ об электронной почте, повсеместно используемой в современном мире. Электронным письмам любые расстояния не помеха, и все, у кого есть компьютер и подключение к интернету, с удовольствием пользуются этой замечательной возможностью. Электронная почта впервые появилась в 1965 году, когда два американских программиста придумали, как обмениваться сообщениями на работе. Сейчас мы с помощью электронной почты можем писать не только сообщения, но и пересылать картинки, фотографии, музыку и видео. И кто знает, какие еще сюрпризы и чудеса преподнесет нам почта будущего. Может быть, спустя несколько лет какая-нибудь бабушка сможет прислать своим внукам по электронной почте банку малинового варенья. Правда ведь будет здорово? А какие еще есть книги о истории почты, вы можете узнать, посмотрев библиографический список. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!